Перед нами стояла такая задача, проблема, как сверхурочная работа сотрудника РЖД в условиях нормированной рабочей недели 40-часового. Важное событие состоялось в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский. Здесь запущен фронт-офис региональной инновационной площадки российских железных дорог. Значимому мероприятию предшествовали стратегическая сессия и мини-акселератор, проходившие в течение декабря в дальневосточных городах Хабаровский и Владивостоке. Впереди Комсомольск-на-Амуре. В мини-акселераторе участники, представители инновационных компаний, активного студенческого общества, подавшие заявки, смогли довести свои проекты с помощью профессионального трекер-ментора до клиента ориентированного результата. Тема одна – как глобальные тренды способствуют соединению сотрудничеству корпораций и стартапов. Лучшие умы ищут ответы и предлагают решение проблем. Сегодня на острове Русском в Дальневосточном федеральном университете открывается региональная инновационная площадка российских железных дорог. Весь комплекс мероприятий, которые здесь происходят, стратегическая сессия, пич-сессия, хакатоны, посвящен одному событию – созданию и началу работы региональной инновационной площадки, которая будет находиться здесь, во Владивостоке, и несколько офисов в других городах Дальневосточного федерального округа – Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. Мы делаем эту работу для одной цели – это ускорение внедрения инноваций в компании, поиск, рассмотрение, отбор дополнительных инновационных проектов, проведение испытаний и принятие решений о тиражировании. На финальный пич-сессии со своими презентациями вышли те решения и проекты, которые могут быть полезны в деятельности РЖД. Их можно применить в транспортной системе и на Дальневосточной железной дороге. Пул проектов формирует Технопарк «Русский», который находится на площадке Дальневосточного федерального университета. Сегодня на базе Дальневосточного федерального университета запущен проект «Региональная инновационная площадка Дальневосточной железной дороги». Для нас это очень важно. Технопарк «Русский» выступает как управляющая компания. Мы провели отбор проектов. Сегодня смотрим самые перспективные среди наших резидентов, среди других проектов, которые можно внедрять на железной дороге. Господа, пожалуйста, обменяйтесь папками. Появление региональных инновационных площадок планируется при российских университетах и технопарках. Передача символического ключа от российских железных дорог ДВФУ открывает двери молодым и амбициозным компаниям и стратегическим решениям. Ирина Шилина, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.